Стадион «Динамо» после реконструкции станет одним из крупных в Москве, а сейчас рабочие уже заливают фундамент. Все действия строителей контролируют инженеры, у которых есть опыт создания подобных спортивных объектов. Денис Восковский посмотрел, как идет работа. Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде. Поется в популярной в 50-х годах песне. Сегодня, невзирая на погодные условия, на легендарном стадионе, круглосуточном режиме, работают строители. На еженедельном обходе отчетливо слышна итальянская речь. Иностранных инженеров здесь более 200. Футбольное поле современного стадиона – объект технически сложный. Под газоном будут расположены три уровня, в том числе музей, подземная парковка, культурно-досуговый центр. Стройка на 32 гектарах. Центральный стадион с, собственно, футбольной ареной и крытой универсальной, которая может трансформироваться в хоккейную, баскетбольную площадку и даже концертный зал. Динамовская академия спорта с двумя хоккейными коробками, залами для единоборств и игровых видов спорта. А еще парк с дорожками для роллеров, велосипедистов и городской квартал. Рядом построят станцию метро «Петровский парк», которая станет частью третьего пересадочного контура. Стадион, построенный в 1928 году, реконструировали дважды. Но сегодня и масштаб, и задачи принципиально другие. Гармонично вписать комплекс в городской ансамбль и сохранить при этом исторические здания. Брельефы, которые более 80 лет украшали трибуны, реставрируют при помощи современных технологий. Диего Рубуский недавно сдал объект в Объединенных Арабских Эмиратах. Говорит, московский спорткомплекс Ближневосточному ни в чем уступать не будет. Да, конечно, я знаю, кто такой Яшин. Мне кажется, у нас в Италии каждый болельщик знает его, как одного из самых выдающихся голкиперов 20 века. Мне очень приятно работать на объекте с такой историей. Заниматься этим без преувеличения уникальным проектом. Я уверен, что этот стадион порадует поклонников футбола. И не только их. Сейчас завершаются работы по подготовке грунта и монтажу гидроизоляции. Их где-то еще только роют котлован. А вот очертания штаб-квартиры «Динамо» и гостиничного комплекса уже просматриваются довольно явственно. Но главное внимание, конечно, центральному стадиону. Заливаем фундаментную плиту и готовим опалубку для перекрытия нулевого уровня. По планам перекрытие будем заливать 1 октября. В настоящий момент выполнили порядка 22 тысяч кубических метров по плите. Осталось около 19. Все работы планируют завершить через три года. Первый матч на своем поле «Динамовцы» хотят провести 22 октября 2017-го. В день рождения Льва Яшина. Денис Восковский, Николай Совалев, Александр Макаров. Москва, 24.